всем привет сегодня я расскажу вам на каких основаниях можно уехать в польшу как подать документы куда подать документы и какой путь выбрали мы значит в польшу можно уехать несколькими способами то есть это карта поляка это для работ если вы найдете работодатель и устроитесь этот вариант мы не выбрали мы выбрали вариант поехать для обучения для этого что нужно сделать нужно найти учебное заведение в котором вы собираетесь учиться связаться с их представителями и получить от них комплект документов в нашем случае это было школа языка польского together ребята реагирует быстро документы подготовили быстро все отлично по поводу того как обучаться там было пока ничего не скажем ибо обещали рассказывать только те моменты которые уже прошли вот выбрали мы курсы полугодовые ибо они дают возможность более трех месяцев более трех месяцев если вы тут находитесь вы можете оформлять вид на жительство временный внж так называемая карта часового побыта соответственно мы выбрали полугодовые курсы так 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 вот собрали документы связали с представителем представитель быстро очень оперативно ответил на русском языке ну естественно школу же для обучения языков вот кроме польского языка там еще есть английский и много прочего всякого интересного вот после оплаты выслали нам комплект документов для подачи в визовый центр значит по подачи документов надо подавать в фс . global ссылка будет в описании сегодня на улице дождик дождик дорогу вот приехали отдавать документы 21 июля чистенько красивенько вот господа этого фс global сюда подаются все документы не пользуйтесь всякими так называемыми визовыми агентствами визовые агентства сейчас не актуальны ибо все данные обрабатываются не в посольствах не в консульствах а именно в фс global я вам расскажу и покажу на каком сайте это искать там все попунктно со всеми бланками и прочим-прочим-прочим прочим-прочим номер искать на сколько человек подает на дво этот номер раз экран два экрана по двум экраном смотрим и ты можешь просто и не может там спросить информацию еще вот такая хитл со их функциональный банковский офис. Введите свое имя с помощью клавиатуры или скажите его голосом после нажатия кнопки микрофона слева. Не, а зачем? Не буду я свое имя называть. Вот так ВФС глобал выглядит. Он существует. Раньше делали в консульствах, в посольствах, где угодно. Расплодилась куча агенций, агентств, там, единый визовый центр, там, блин, как они только не называются. Вот. Сразу вас предупрежу, не тратьте на них время. То есть они имеют такие же возможности, как и у всех у вас. Ольга подготовила документы за один день. Документы, что из себя представляют? Они представляют из себя простые сканы, там, паспортов, российского, загранпаспорта. То есть, я думаю, сканером все умеют пользоваться. Затем выписки из банков о состоянии счета. Причем по этому типу визы, D11, не нужно иметь там астрономических никаких сумм. Просто визовый центр должен увидеть то, что карта была создана не сегодня. И вот есть по ней движение, потому что она не мертвая. Затем заявление надо заполнить. Оно есть с, блин, пошаговыми инструкциями на сайте WFS Global. То есть ошибиться там, ну вот, вообще никак невозможно. Сделать фотки. То же самое. Там есть четкие требования к этим фотографиям. Да и все эти фотографы местные знают. Посему это все заполняется быстро и одним пальцем левой ноги. Подали мы эти документы. Записаться надо. Да, да, кстати, надо записаться. То есть заходите на сайт WFS Global. Выбираете место, откуда будете подавать. Ну, по России есть точки этого WFS Global, к которому привязаны определенные регионы. Мы вот, например, из Москвы. Соответственно, в Москве подавались. К этому московскому центру также привязана там Пенза в том же числе. И то, что рядом. Есть, по-моему, в Екатеринбурге. Но не буду врать. Вы это можете все увидеть на сайте. Страховку. Страховку. Страховку тоже не надо ни у кого покупать. Там кто-то предлагает еще что-то. Два варианта. Первое. На сайте WFS Global есть список аффилированных компаний, которые подберут вам по, скажем так, длительности выбранного вами пребывания количество человек. То есть вот мы, например, по-моему, 10 тысяч, да, за страховку заплатили. Ну, 12. Что-то такое. Или 12. Ну, в общем, немного. Это на полгода. На полгода. Обращаясь, кстати, вот в эти расположенные агентства, которые за 3 тысячи сканируют ваши паспорта, заполняют за вас ваши заявления и ищут вам страхователя. Вы заплатите, во-первых, 3 тысячи рублей. Во-вторых, они предлагают все страховку в два раза дороже. То есть если, да, здесь со своей накруткой, естественно, с откатами и прочее. Если здесь мы купили страховку на двоих за 12 тысяч рублей, вот эти агентства, мы туда обращались в виде экспериментов, оговорюсь, эти агентства предлагали нам более 15 тысяч рублей за одного человека. То есть тут мы просто сэкономили 18 тысяч рублей. Ну, если у кого они лишние, и никто не хочет заморачиваться, да, за прошамы, там, в эти агентства, они вас ждут, с распростертыми объятиями примут. Ничего там сверхъестественного нет. Никакой личной связи, которая будет способствовать подаче документов в ФС Глобал, у них нет. То есть они сделают те же самые действия, которые делаете вы за ваши деньги. Вот и все. Вернемся к выпискам из банков и к суммам, которые у вас должны там быть. Есть требование, то, что проживающие в Польше должны иметь на свое проживание 700 злотых в месяц. Ну, это где-то 14 тысяч рублей. Вот, соответственно, надо оплатить съем жилья, питание и прочее. Ну, как я понял, не особо требуются, вот, там, какие-то там бешеные деньги. У нас было по, поскольку по 4 тысячи злотых на карточке мы их показали и показали движение. Также сделали от своей организации справку о среднемесячном доходе и о том, что организация гарантирует нам оплату на время проживания заработной платы, которую мы получали. Что еще? Забыл, не забыл. Без билетов. Да, билеты, билеты никакие вам не нужны. Вот, по визе на обучение ничего бронировать заранее не надо. Никаких билетов на транспорт покупать не надо. То есть, вы получили визу и спокойно занялись к дате выезда этими вопросами. Жилье очень важно. Вот мы, например, попали, то, что несмотря на визу D11, которая не подлежит назначению в карантин, вот, пани стража гранично решила то, что все-таки нам его пройти. Но это хорошо, потому что вот есть время запилить что-то ролики, вам рассказать. Следующий ролик будет о том, как ехали. И, соответственно, на границе у вас, ну, если случится такая ситуация, не совсем приятная, вы должны будете назвать адрес, где вы будете проходить карантин. В интернете, в фейсбуке полном, полным, полно вот этих предложений, где предоставляют эти адреса. И где вы реально будете проходить. Потому что, опять же, вы должны находиться, не должны, а обязаны находиться на том месте, которое вы указали при пересечении границы. И менять его нельзя, не в коем случае. Менять его нельзя, то есть, менять его, скорее всего, можно, но для этого вам надо выйти там, куда-то что-то там, оформить, найти, посмотреть. А если вы выйдете и вас на этом поймают, то это штраф там до 30 тысяч злотых, а это на минуточку 600 тысяч рублей. Ну, и депортация. Поэтому оно того не стоит. Или арест на 8 лет. Или арест. Ну, арест на 8 лет, это такая пугалка. Ну, это вряд ли, конечно, кому-то. Пугалка, страшилка, но тем не менее, она есть, эта пугалка, страшилка. Вот. Как мы чего подавали? Когда мы очень сильно захотели подать документы, все вот эти вот даты, все-все-все-все-все, календарь выбора дат был серенький. То есть, ВФС еще не работал. Звонили, пробовали в консульство, в посольство, примите у нас документы, у нас вот-вот занятия начнутся и прочее. Нет. Все ВФС, ребята. Это нам так в консульстве сказали. Соответственно, вот тогда мы обратились в агентство. Ну, думали, может, там как-то за еще чего-то там у них документы лихо сдавать получается. Нифига. Нет у них никаких входов-выходов. И даже скажу более. Нам, точнее, мне звонит девочка. Из этого агентства подавали мы в трем. В одном... Подавали в три. Из одного... В одном, точнее, из них проснулись, что мы туда подавали документы в это агентство. И невинно так спросила, актуально ли нам... Блин, мухи какие-то, господи. Вот, актуально ли нам получение визы. Вот, когда она это спросила, на этот момент мы уже ехали подаваться сами. То есть, они вам ничем не помогут, ни от какой ситуации не спасут. И гарантии они никакой не дают. Абсолютно. Могут взять деньги. Ну, и все. Ну, и все. Ну, и как обычно, это у нас все и происходит. Вот. А потом вам надо будет уезжать. А потом вы будете бодаться, чтобы эти деньги вернули. И в конце концов ничего не добьетесь. И уедете... С опозданием. С опозданием и без денег. Или с опозданием и с деньгами, или без денег, но без опоздания. Ну, подавали мы круто. Все на нервах. Блин, вот все серое, все, ничего не работает. В общем, блин... На нервике были на диком, конечно. После того, как подали, оформили услугу, что-то там, 150 рублей, по-моему. СМС, оповещение о движении документов. И пошлина за... Да, и пошлина, консульский сбор, что-то там... 14 где-то за двоих. 14 тысяч за двоих российскими. Так, вот, 850, по-моему, евро. 850 евро. Нет. За каждое. Это ты много говоришь. 850 евро, это дофига. Подожди, 85. 85 евро, да. Это бухгалтер. Ну, да, она же профессиональный бухгалтер. Они любят вместо 85, говорить, 850. Вот. Значит, подписались на услугу СМС-оповещения, и нам своевременно приходили документы. То, что они переданы в консульство, то, что они прошли там всякие эти проверки, то, что они готовы к выдаче. Все, получили СМС-ку, поехали. Народу никого. Ну, точнее, народ был, но не... Два с половиной человека. Два с половиной человека, да. Не как в тех страшных роликах, которые там про эти ВФС показывали. Взяли талончик, на лбу температуру померили. Вот, этим хреновиной этой. И все, получили паспорта с визами Д-11. Так что, ничего сложного. Дерзайте, оформляйте. Мы вас тут ждем. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok